Медиафрэш Возьмем опыт лучших специалистов в области публичных коммуникаций Добавим немного креатива Разбавим лучшими мировыми трендами Полученную смесь употреблять раз в неделю строго под назначением Медиафрэш Любители Медиафрэша И снова мы с вами, и снова Екатерина Коннова и Дмитрий Акулов Которые лечат свое горлышко, потому что ангина подкралась незаметно Сегодня я нашла ему замену Не менее прекрасного мужчину А местами и более Ой, все, я тут хотела сказать моего большого друга, а он уже влез в эфир Но все же, Алекс Меньшиков Директор по маркетингу одного из самого успешного и перспективного стартапа Мы хотели сказать современности, но пока что скажем Петербургского рынка Квик-пик такси такое есть у нас, да, правильно Потом узнаем все подробности Бизнес-консультант, консультант по маркетингу Чего только не делает этот прекрасный человек Сегодня мы будем говорить о новой парадигме коммуникации И на этом моменте я хочу замолкнуть, потому что я всегда знаю, что Саше есть что сказать по этой теме Добрый день, Екатерина Добрый день, все те, кто слушают наш подкаст Хочется, во-первых, сказать, что Ты очень верно сказала про новый парадигм, потому что То, что я стремлюсь донести до моих слушателей И до компаний, с которыми я работаю Это то, что пиар, маркетинг, коммуникации изменились И я думаю, что рано или поздно это поймут все Что то образование, которое есть сейчас И те специалисты, которые есть сейчас на рынке Они не удовлетворяют бизнес И именно поэтому С одной стороны, мне это выгодно, потому что Больше клиентов А с другой стороны, это очень сильно садит качество Бизнеса, качество коммуникации вообще в целом на рынке И это само по себе очень плохо влияет на экономику О чем мы сегодня поговорим с тобой, Екатерина? Я думаю, что начнем, наверное, с того, какую роль интернет-коммуникации В этой новой парадигме используется Потому что часто, я знаю, что на наших мастер-классах Этот вопрос поднимают студенты И не совсем понимают роль тех образов, которые они строят в интернете И как это влияет на реальную жизнь Ведь те люди, которые существуют в том же контакте Это не те люди, которые существуют в офлайне И тот Алекс Меньшиков и Кай Акон, которые дружат с друг другом в интернете Это не те люди, которые сидят напротив друга на студии по ДФ И смотрят друг другу в глаза Ой, это уже из другой оперы Окей На самом деле самое страшное, что может случиться с любым профессионалом Это тогда, когда он начнет воспринимать инструмент как что-то самостоятельное Когда он начинает воспринимать канал как нечто то, что почему-то должно определять коммуникацию На самом деле это неправда Большинство людей относятся к интернету, к социальной медиа Как к чему-то отдельному, как к какой-то новой сфере, новой отрасли На самом деле это просто инструмент И нельзя использовать новый инструмент без того, чтобы Без понимания тех необходимых азов и базистых навыков, которые должен обладать каждый коммуникатор Какие же эти навыки? Мне кажется, что в основе любой коммуникации лежит обмен ценностями Это логично, это психология, это маркетинг Это то, что дедушки маркетинга говорили еще И когда люди пытаются выстраивать бренд в социальных сетях Если мы уже говорим о социальных сетях и о социальном медиа маркетинге сейчас популярном очень То большинство людей забывают об этом напрочь Люди стремятся создавать образы, но не стремятся создавать ценности Соответственно, сейчас, если открыть социальные сети, то мы увидим огромное количество образов, которые никому не интересны Какие образы интересны? Вот расскажи, пожалуйста Кого из людей, которых знает широкая общественность, может сказать, что правильный образ делает, если это не пресс-секретарь номер один? Пресс-секретарь номер один интересен только тем, что он пресс-секретарь социальной сети ВКонтакте Если бы пресс-секретарь социальной сети ВКонтакте сидела бы бабушка 80 лет, у нее было бы столько подписчиков, и ее луки также бы репостили Это абсолютно адекватно, потому что никто из нас, никто из аудитории, скажем так, не знает, какой на самом деле человек пресс-секретарь номер один Соответственно, в принципе, пресс-секретарь номер один выполняет только одну важную функцию Он выступает обложкой для социальной сети, и он принимает на себя определенное количество негатива или позитива, связанного с отношениями людей в ВКонтакте Это его роль, это его образ, и это его ценность, которую он производит для аудитории Другое дело, что большинство людей, когда смотрят на пресс-секретаря номер один, они стремятся копировать не суть, а образ Соответственно, получается огромное количество людей, которые выкладывают луки и хотят, чтобы их комментили и лайкали так же, как и Влада Цеплухина Другое дело, что это невозможно в принципе, потому что эти люди не несут в себе базовой функции, они не несут никакой ценности для аудитории А все-таки, вот представим, что Кая Коннова еще не бренд Вот представим, что Кая Коннова обратилась в коллекцию меньшек, как вы сказали Какую ценность можно сделать? Вот что бы ты посоветовал? Кая, на самом деле, собственно говоря, в чем секрет твоей популярности? Он связан с тем, что ты представляешь огромную ценность для молодых людей Для молодых людей разного пола, да, соответственно Потому что ты умеешь простым языком объяснять важные вещи, которые нужны людям И при этом ты умеешь, ты демонстрируешь твоим читателям то, насколько искренним, открытым можно быть и как можно реализовывать себя То есть человек, который реализует себя публично, это всегда достаточно ярко Интернет-реалити-шоу, ты хочешь сказать такое? Да, да, то есть, Кать, ну ты создаешь действительно реалити-шоу, при этом ты создаешь полезное реалити-шоу Я, на самом деле, у себя на Форм Спринге даже написал, что я делаю пользу, делаю шоу, которые приносят пользу То есть, примерно, ты делаешь то же самое А вот что делать людям, которые, как с чистой страницы Вот, у них есть аккаунт ВКонтакте, они хотят построить личный бренд Послушали подкасты, решили, что нужно создать ценность Какие вообще бывают ценности и что найти? У меня еще дело, Катюш, я, допустим, сейчас хочу удалиться из ВКонтакте И куда же уйти? Ты, если ты заметил, я уже удалил половину информации о себе, я никуда не буду уходить Я, может, создам аккаунт, где будет 4-5 человек в друзьях, остальных подписчиков я переведу Катюш, ты будешь в друзьях Суть не в этом, суть в том, что, когда ты начинаешь понимать, чего ты реально хочешь делать в этом мире То тебе, у тебя сразу отпадает желание создавать образы Поэтому молодым людям, которые хотят чего-то сделать, создать какой-то бренд Им прежде всего нужно задуматься, а в чем их, собственно говоря, желание, в чем их намерение, в чем их страсть Если когда они находят это, когда они находят какой-то свой путь, свое видение жизни То тогда социальные сети это всего лишь становится таким отвлекающим фактором Плюс средством для коммуникации с аудиторией То есть пробросить какую-то новость или что-то еще сделать Но они перестают быть самоцелью То есть количество подписчиков, лайков и ретвитов уже перестает быть самоцелью Потому что когда ты идешь по своему пути, когда ты реализуешь свои проекты Когда ты знаешь, чего ты реально хочешь Когда это у тебя получается, когда ты становишься профессионалом То тебе на самом деле настолько без разницы, кто лайкает тебя и сколько у тебя подписчиков по правде То есть это какой-то вариант фалометрии подписчиков, он отпадает сразу Какое хорошее понятие, мне понравилось Значит, по сути нужно найти себя в жизни и потом уже это как-то транслировать в интернете Правильно я тебя поняла? Либо искать себя в жизни и транслировать это в интернете А как же вот известные такие случаи, ну не будем опять же называть имен Известных масс-фолловеров, которые добились заметной известности в интернете И потом вот эту вот популярность или когда-нибудь покупали подписчиков Транслировали в реальную жизнь и добивались успехов, ну скажем так, на околополитической арене Я понимаю, о чем ты говоришь, мы с тобой даже вели мастер-класс или в Бончи, или в Герцена по этому поводу Мы там пришли с тобой к забавному выводу о том, что в базе все равно лежит профессионализм И те люди, которые зарабатывают популярность, да, они заработали популярность, они ее монетизировали Но при всем этом, как только меняется внешняя парадигма, то есть условно говоря, телевизор поменялся на интернет В свое время радио поменялось на телевизор, да, то люди, которые специализировались на конкретном канале коммуникации Остаются не у дел, если они не умеют переучиться То есть эти ребята, они сделали популярность в интернете, они ее монетизировали, окей, да Но если у них нет базового внутреннего понимания коммуникации, как науки, да, в которой есть и психологический базис И вот базис какой-то влияния, базис поведенческий, еще много-много всего, да То они не смогут, то есть они вот такие однодневки получаются То есть они где-то сорвали, где-то заработали, окей, да Но у них, это как вот бизнес, да, есть люди, которые быстро делают что-то на волне какой-то популярности То есть, не знаю, там, жвачка Лафис, о, давайте продавать Первые, кто там продал, вот сейчас уже, да, они заработали Все остальные, кто сейчас пытаются открывать интернет-магазин жвачка Лафис, уже не айс, да Здесь примерно то же самое Если они ловят тренд, окей, да, это круто Другое дело, что они не смогут это повторить Они не смогут это повторить в новом канале коммуникации, если они не научатся Опять же, про тех ребят, про которых я говорю, может быть, это их путь Может быть, они сейчас учатся, и они осваивают новые коммуникации и будут успешными, я не спорю Так что же делать? Какая волшебная таблетка? Вот человек, который хочет научиться и быть в тренде, да, хочет попасть в... Вообще, желание быть в тренде и научиться, это вещь довольно порочная Я имею в виду, что те даже ребята, которые занимались масс-фолловингом, да, они не хотели быть в тренде Они хотели быстро создать себе публицитный капитал и его монетизировать Но это адекватно, это бизнес, да И популярность, это не то, что греет чувство собственной важности Популярность, это то, что можно превратить в деньги или превратить в какие-то другие возможности, да То есть, условно говоря, если молодой человек хочет, или девушка, студентка, там, первый, второй, третий, четвертый, пятый И она хочет, собственно говоря, представлять какую-то ценность для рынка, для людей, для аудитории, да То она, прежде всего, должна производить какой-то продукт, который будет кому-то нужен Это не обязательно продукт, что-то материальное, да, это должна быть какая-то ценность, которую она будет представлять Допустим, я знаю очень популярных девушек ВКонтакте, которые, помимо всего прочего, помимо того, что они выкладывают крутые модные луки свои, да Вот, они еще, помимо этого, у них там форум спринг есть, и они отвечают на разные вопросы, связанные с модой, с косметикой, со всем остальным И девушки у них консультируются, и вот это их ценность, которую они представляют, да И они популярны из-за этого Но, одновременно с этим, если бы они этого не делали, они были бы в десятки раз менее популярны Потому что человек, он вообще такая история Он сначала восхищается, он восхищается раз, два, три, а потом забывает Да, и если он его не подкармливает, то аудитория потихоньку уходит, она, вот этот вау-эффект пропадает и все остальное Поэтому гоняться за вау-эффектом нельзя, потому что это вещь абсолютно эфемерная Она возникает в одну секунду и пропадает так же быстро, как и возникла Хорошо, этот вопрос мы уяснили А что же делать тогда в офлайне молодым специалистам? Вот они пришли на работу, куда-то им говорят, вот тебе непаханное поле, занимайся пиаром Есть такой замечательный сайт, Kill Me Please, там такое замечательное объявление было от двух девушек Я даже их знаю, кто это, но не важно Они написали о том, что мы две лохушки закончили журфак Не можем найти работу в 16-й месяц, сидим, пьем вино на деньги родителей Пристрелите нас, пожалуйста Не хочу, чтобы нас стреляли И, к сожалению, эта история более чем реальна, потому что, как я уже говорил, в России есть разрыв между коммуникаторами и бизнесом И чтобы найти хоть маломальски хорошую работу с хорошим окладом, ты должен доказать, что ты нужен предпринимателю Потому что, по сути, если мы говорим о новой парадигме, то рынок меняется И если раньше бизнес, в любом случае, бизнес – это двигатель всего Если бы не было бизнеса, не было бы специалистов по коммуникациям Ибо зачем? Были бы джааровские специалисты, которые отвечали бы за связь с государством И были бы какие-нибудь коммуникаторы, которые помогали бы наладить межчеловеческое Межличностное общение Межличностное общение, да А если мы говорим о бизнесе, то, по сути, основные деньги создают бизнес Ну, во всем случае, в разных странах В России, кстати, процент, ну, 12% ВВП – это бизнес В Америке – 67% А что у нас основное? Ну, нефть, газ, ресурсы, там, все на свете И нет человеческого ВВД – человеческий фактор вот в этом Смотри, и вот когда наши коммуникаторы начинают думать о том, чего же нужно бизнесу Они понимают одну простую вещь – бизнес без продаж невозможен Бизнес – это и есть продажа Бизнес – это про то, что ты создаешь ценность И эта ценность кому-то нужна, и ты просто отдаешь эту ценность Питер Друйкер сказал в свое время, что бизнес – это маркетинг и инновация Все остальное – это затраты И вот это очень точно У тебя есть идея инновационная, и дальше ты должен ее донести И, соответственно, как сейчас учатся современных коммуникаторов Что вот вы понимаете, вы же пиар Пиар, пиар вы должны создавать взаимопонимание и доверие Между целевой аудиторией Что за чушь? То есть это полная ересь Вот такие специалисты, они никогда не будут востребованы рынком Просто потому что, когда бизнесмен нанимает пиар специалиста, который хочет зарплату 40 тысяч плюс, да, и он слышит о том, что я буду создавать доверие между вами и целевой аудиторией Он такой фейспалм и все, не дай бог Потому что кому это нужно? Предпринимателю, да, нужно, чтобы его товар был доступен целевой аудитории Она его хотела, она его покупала Чтобы счет пополнялся деньгами И как же все-таки вот молодому специалисту продать Вот через, не знаю, средства, связь с общественностью или маркетингом Или чего-нибудь Вот скажи мне как Потому что, по сути, сейчас я знаю, что многие говорят Пиар не продает Пиар это имидж А мы будем создавать такой образ, чтобы вас все любили Ставить лайки, репосты Ну, смотрите, как развивался Вот, на самом деле, сейчас общая тенденция Если раньше пиар это был самостоятельной дисциплиной То сейчас мировая тенденция, когда пиар интегрируется с маркетингом Как развивался это на Западе? Public relations, в отличие от маркетинга, специальность относительно новая Именно в публичном характере И раньше бизнес, он шел от экономики То есть было производство и были средства стимуляции сбыта, так называемые Там был какой-то набор маркетинговых инструментов, которые стимулировали сбыт Потом появился public relations, когда поняли, что стимуляция сбыта Работает лучше, если еще восстанавливать коммуникацию Но лет десять назад произошел сдвиг парадигмы Когда люди перестали думать о бизнесе как о производстве И стали думать о бизнесе как о создании ценности для людей Когда бизнесы начали открываться не как что-то Если у меня есть продукт, кому бы его продать А когда есть аудитория, которая что-то нужна, я ей это даю Я найду как это произвести, я ей это даю И когда мы подходим вот с такого понимания То мы начинаем понимать, что на самом деле Public relations это вещь вторичная Потому что когда мы даем человеку аспирин Когда у него болит голова То ему абсолютно не важно А в какой упаковке будет аспирин И с каким выражением лица И с какими словами мы его будем давать И когда мы думаем о бизнес с этой концепцией Мы понимаем, что важно создавать какую-то ценность Почему у меня курс называется маркетинг ценности Как мы с тобой иногда делаем, читаем Потому что важно создавать какую-то ценность А потом уже выстраивать коммуникацию на этом фоне Но в России люди как обычно схватили какую-то модную тенденцию Услышали, что public relations это здорово, это круто Давайте все восстанавливать взаимопонимание и доверие Не понимая, что в основе этого взаимопонимания и доверия Должна лежать какая-то ценность для людей Для начала нужно донести ценность А потом уже выстраивать коммуникацию Потому что public relations На самом деле в маркетинговых коммуникациях Есть две конкретные точки Первая точка это информирование То есть это создание какого-то фонового знания И вторая точка это допродажа То есть это то, почему клиент должен к вам вернуться Больше у него смысла нет Поэтому бизнесменам сейчас, если кто-то открывает бизнес Вам не нужно приглашать пиарщика Приглашайте маркетолога Который в том числе будет обладать Некоторыми навыками в медиа-релейшнс В пресс-релизах А лучше медиа-релейшнс заказывать на аутсорсинг Это получается дешевле, чем держать специалиста И очень просто То есть вам напишут люди пресс-релиз, разошлют его по спине Все, больше вам пиарщик не нужен А вот в чем отличие маркетолога от пиар-специалиста? Потому что многие очень сильно путают эти понятия Когда вакансию размещают тоже не всегда А зазнают тонкости в их работе Ну скажем так По-хорошему маркетолог это более общее понятие Маркетолог по сути это соратник бизнесмена Маркетолог это должен быть по-хорошему Второй человек в компании На западе очень принято, что маркетологи Являются совладельцами Они входят в долю Потому что маркетолог это человек Который должен быть напрямую Бить заинтересован в развитии бизнеса Маркетолог это тот человек Который по сути создает бизнес Бизнес сейчас делают маркетологи Почему? Потому что маркетолог продумывает, он узнает, что нужно людям, и продумывает, как им это дать. То есть вот основная коммуникация бизнесовая, вот он за нее отвечает. А пиарщик – это человек, который вокруг вот этой всей коммуникации помогает создать какой-то еще флер коммуникативной приятности. Да, там социал-медиа-маркетолог – это, по сути, коммуникатор, который занимается вот этой же самой коммуникацией в социальных медиках. Но при этом маркетинг и специалист по маркетингу, консультант по маркетингу, директор по маркетингу – это, по сути, не второе, даже первое лицо в компании, помимо владельца. Это когда произошло, когда поменялись вот эти парадигмы? Ну, это где-то, наверное, в 90-е годы на Западе. А в России? В России еще нет этого. А, то есть мы еще и так ползем? Ну, как сказать, да, мы вот первопроходцы. На самом деле в Россию, как обычно, все это пришло, книг нету, книги еще не перевели даже. Нет тренингов, нету курсов. То есть, когда я получал вот эти знания, то я получал от людей, которые получали их на Западе, в Америке, где-то еще, да? И вот если посоветовать, то Дэн Кеннеди, Дэн Риэли, если вот маркетологи не знают, кто это, то особого смысла в них и в пиарщиках тоже нету. Потому что вот это, это даже, это база, ну реально база. То есть, это не какие-то там заумные вещи. У нас, как обычно, в России это все приходит через бизнес-образование, то есть не через коммуникационное образование, потому что, к сожалению, у нас коммуникационные специальности преподают в университете людям, которые до этого преподавали историю, люди, которые, ну кто у нас преподаватель, да, по пиару, по маркетингу, историки. Ну, короче, гуманитарии всех мастей, да? Да. Вот, и плюс у нас такое есть, на самом деле, относительно неприятное извращение, когда у нас преподаватель пиар-маркетинг открывать на базе журналистики. Да, это очень часто происходит. Вот, адекватно открывать на базе экономических и менеджментских каких-то специальностей, потому что и у пиарщика, и у маркетолога должно быть четкое понимание о том, что все, что они делают, это коммуникация для чего-то. Для чего? Для процветания компании, для создания ценностей, для повышения продаж. Вот только это. Только это. Ладно, Саша, ты прямо сегодня нас засыпал и очень интересными концепциями. Хотелось бы узнать немножко о твоей истории, да, потому что молодой, настолько перспективный, и самое главное, можно я расскажу страшную тайну, про которую, можно? Намекни. Если пресс-секретарь номер один, а есть бог всех людей, которые сидят в этой социальной сети, можно такую небольшую? Ладно, все равно, убьешь ты меня после эфира или нет. Компания, которая сейчас возглавляет директор по маркетингу Саша, да, как-нибудь первое лицо в компании уже. Маркетолог номер один. Да, маркетолог номер один. Эта компания получила грант от Дурова и Мельмора. Да. Поэтому перспективная компания, чтобы все понимали. И расскажи, как же ты вообще туда попал? Вообще, что ты там делаешь? И, наверное, же ты внедряешь маркетингу нового поколения? Ну, было очень просто, потому что мы, ну, то есть, это была одна из тех компаний, которая была у меня на консалтинге, и которым я помогал как раз создавать вот эту ценность с нуля для рынка. И идея QuickPick Taxi, она в какой-то степени вот пиратская в хорошем смысле, о котором говорил Стив Джобс, да, о том, что лучше быть пиратом, чем воином на государственном судне, да. То есть, идея провокационная, и когда мы начали работать с ребятами, то я понял, что это то, чем бы мне хотелось заниматься на данном этапе жизни. И я как-то свернул всю остальную практику свою и с головой ушел туда. И мы буквально за два месяца с нуля сделали бизнес, разработали все необходимые технические составляющие бизнеса, продумали маркетинг, создали маркетинг, создали пластмассы. Создали сайт и начали привлекать клиентов. И результат, он не заставился долго ждать. И знаешь, когда я вот думаю о том, что как я это делаю и для чего я это делаю, я понимаю, что вот в России, да, очень мало сейчас по-настоящему ярких, хороших стартапов, которые создают какую-то ценность для людей. То есть, очень много вещей в стиле, а давайте мы откроем социальную сеть для собачек или онлайн соковыжималку какую-нибудь придумаем, да, куда можно кидать апельсинчик в интернете, и у тебя будет наливаться сок в какой-нибудь виртуальный стаканчик. Ну, как-нибудь ересь, да. И когда я понимаю, что мы создаем вещь, которая действительно облегчает жизнь людям, когда мы создаем коммуникационный сервис для поездок, где и водители, и пассажиры поступают равными игроками рынка, и у обоих там установлено приложение. И они могут, их количество ненормировано, и они могут обмениваться между собой вот этими намерениями о поездках, договариваться между собой без таксопарков, без наценок, без каких-то ограничений, без всего, да. И где есть просто вот рынок внутри рынка, в нашей, как бы, по сути, социальной сети, то я понимаю, что это действительно приносит какую-то пользу людям. И вот эта идея лежала в основе, и почему, собственно говоря, я сейчас вот ей горю. Вот ты сейчас очень умную фразу сказал по поводу гореть. А как себя заставить гореть? Вот я понимаю, что есть фраза великолепная Артемия Лепедева, да, как себя мотивировать, но все-таки как же себя заставить гореть, где искать те идеи, или их нужно самим создавать? И просто часто существует мнение, что маркетолог, он должен пойти где-то на кого-то работать, да. Может ли он найти, точнее, создать с нуля свое дело и вот в связи с этим? Маркетологу это не нужно. Имеется в виду то, что хорошие маркетологи очень часто являются совладельцами. Это абсолютно адекватно, и это очень просто объяснить владельцу бизнеса, если маркетолог может сказать, почему конкретно ему важно иметь долю в бизнесе. И в данном случае я, как бы являясь совладельцем Крикпик, да, я замотивирован вводить эту компанию, потому что это независимый доход. Если мы возьмем крупных бизнес-тренеров в России, там, Радислав Гондопас и Игорь Ман, то у них, они совладельцы десятков компаний, которые консультируют на постоянной основе. И, по сути, маркетолог, это вот в новой парадигме, это как раз единственный человек, который может сделать бизнес. То есть, сейчас бизнес будут делать маркетологи. В хорошем смысле. То есть, если вы хотите делать бизнес, изучайте маркетинг, не надо изучать бизнес книжки, Киосаки читателей Дональда Трампа, это прикольно, но это не работает. Читайте, как создавать ценность для рынка и делайте. Бизнес можно открыть с нуля, без денег, за один день. Я в декабре этого года сделал компанию по клинингу и вышел на самокупаемость за две недели, при том, что в клининговой компании есть достаточно большие затраты на оборудование. Я вышел в самокупаемость за две недели, после этого я компанию закрыл. Почему? Скучно. Да, скучно, интерес потерял. Но неважно. Я хочу просто донести вот это понимание того, что на самом деле ничего не нужно делать специально, не нужно испытывать никакого лишнего страха по поводу собственного развития, собственного бизнеса, собственного дела. Если вы просто изучаете то, что нужно людям, если вы пытаетесь это им донести, то рынок ответит вам с благодарностью. Саша, ну а ты представляешь, что мы с тобой уже пообщались практически все время, которое нам было отведено на передачу и в конце… Или микроподкасты. Да, микроподкасты. У нас всегда есть блок, когда наши эксперты дают советы молодым специалистам, тем людям, которые учатся на специальности пиар, реклама, маркетинг, журналистика или которые только входят в профессию смежных областей или вообще не представляют, что такое коммуникации и вот благодаря нашим подкастам учерпают знания. Вот что ты можешь посоветовать людям, которые в эту отрасль входят и хотят прокачать себя и быть успешными? Хочу донести несколько мыслей, они накроются в голове, они больше связаны на самом деле с личностным каким-то ощущением, с личностным развитием, чем с профессионализмом, потому что профессионализм – это, по сути, шелуха. Имеется в виду, что это просто набор навыков, то есть в этом нет ничего такого сложного. Я хочу сказать, что надо отбросить, причем достаточно жестко, как у мистера Фримена, знаете, в роликах о том, что будет, если вы отформатируете винчестер в своем компьютере, что с вами случится, как вы будете себя чувствовать? Я хочу сказать, что вы должны отбросить не то, что прошлое, вы должны отбросить все привязки, вы должны перестать фокусироваться на количествах лайков в социальных сетях, на количествах френдов, на количествах фолловеров. Вы должны отбросить все желание нравиться и желание произвести впечатление, вы должны отбросить идею создания собственного бренда. И когда вы отбрасываете все это, когда вы расчищаете свое сознание, когда вы перестаете привязываться к своим каким-то вот этим эгоцентричным, эгоистичным желаниям, то вы начинаете вдруг чувствовать, что вы на самом деле хотите делать в этой жизни. И да, это займет некоторое время, но в конце этого пути обязательно вы найдете свою страсть. Юра Левшин очень хорошо в ролике сказал, у меня есть немножко другая формулировка о том, как понять, чего вы хотите на самом деле. Вот задайте себе один простой вопрос, а чем бы вы занимались, чем бы вы занимались в своей жизни, если бы уже сейчас были счастливы, абсолютно. То есть если бы у вас сейчас были, условно говоря, все необходимые материальные блага, если бы у вас были бы отношения, которые вы хотите, если бы у вас жизнь сложилась, вот чем бы вы занимались. И когда вы ответите на этот вопрос, а я гарантирую, что вы ответите на него, если вы будете о нем думать в течение недели, допустим, да, с момента прослушивания сегодняшнего подкаста, то задайте себе второй вопрос, а что вам, черт возьми, мешает делать прямо сейчас? Вот что мешает? И когда вы поймете, что на самом деле вам ничего не мешает делать, то просто берите это и делайте. Это будет ваша страсть, вы будете вот этим гореть. А по поводу Артемии Лебедева это просто провокативка. Она смысла не имеет, она не имеет сути. Чем бы вы занимались, если были уже счастливы? И что вам мешает это делать прямо сейчас? Эти два вопроса, они просветляют. Но для того, чтобы просветлиться, я вам сказал, нужно отбросить очень много, чтобы расчистить поле для того, чтобы увидеть свой путь, свою страсть, свое желание. Собственно говоря, вот на этом хотелось завершить. И не думайте о профессионализме, думайте, когда вы найдете свою страсть, то вы поймете, как вы можете эту страсть сделать полезной для людей. И вот тогда это будет той базой маркетинга, той профессиональной базой, на которой вы сможете строить и личностный бренд, и бизнес успешный, и все что угодно. Это очень просто. Такие секреты успеха от Алекса Меньшикова. Ну, с вами была Екатерина Конова. Каждый понедельник в 18.00 на под.фм Медиафрэш. Медиафрэш. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на под.фм.ру Медиафрэш. 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 Медиафрэш.